Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на выставке «Тайга Арсеньев-Узала» Проект, который был разработан и реализован в Приморской государственной картине галереи в 150-летие со дня рождения Владимира Клавдия Ильича Арсеньева Арсеньев, безусловно, генуслоки для Дальнего Востока России, для Приморья, для Хабаровского края Потому что с именем Арсеньева, который для нас и путешественник, и исследователь, и представитель военного российского востоковедения Безусловно, его исследования в сфере археологии, этнографии имеют большое значение научное Но что особенно интересно, Арсеньев сумел создать убедительный образ юга Дальнего Востока России Не только в языке научных исследований и описаний, но он еще создал художественный образ Проникновенный, магнетически притягивающий на протяжении долгого времени Не случайно Горький сказал об Арсеньеве и его работах, что это в одном лице мы имеем дело и с Брэмом, и с Фенимуром Купером Его искусство, описание особенностей этой земли, описание людей, которые ее населяют Описание своих путешествий по этой земле, рядом с ним всегда был спутник Удирсу Узала Уже не раз вдохновляли и художников, и кинематографистов, и скульпторов И мы думаем, что эта работа будет продолжена А наша выставка позволяет увидеть, как это все начиналось Мы сможем с вами в работах самых первых художников Дальнего Востока И современных приморских художников увидеть развитие Как образ Дальнего Востока формировался в изобразительном искусстве И начнем мы наше путешествие у исторического раздела нашей экспозиции Где мы рассказываем историю связи между первым профессиональным художником Приморья Василием Григорьевичем Шишуновым и Владимиром Клавдевичем Арсеньевым Василий Григорьевич уроженец Иркутска Благодаря поддержке купца Сибирякова он сумел закончить Российскую императорскую академию художеств И остановившись ненадолго у своего брата в Благовещенске В 1900 году прибыл во Владивосток В это же время прибывает во Владивосток и молодой подпоручик Владимир Арсеньев Вряд ли они в то время могли встретиться и как-то опознать друг друга Встретятся они значительно позже Скорее всего в 1913 году на выставке в трехсотлетие у Дома Романовых Которую готовил Владимир Клавдевич Арсеньев Там он показывал Ефритьеву Нансену А по документам мы знаем, что в контексте этой выставки Увлекательно занимающийся своим делом преподавания и рисования В Никольску-Сурийском Василий Григорьевич Шишунов Читал очень много лекций, проводил всяких методических занятий Работая именно с учителями Арсеньев, который всегда был, ему близка была тема популяризации Такого просветительства Он, конечно же, не мог не заметить такого вдохновенного своей работы Художника и талантливейшего педагога Василий Григорьевич оставил богатое художественное наследие Мы знаем из исследований, что вместе с Арсеньевым Они путешествовали в окрестностях Никольско-Сурийского В частности, представленные на нашей выставке Небольшие такие этюды работы Василия Григорьевича Шишунова Близ деревни Кондратенково Это как раз недалеко от Усурийска Это те места, которые встречаются и у Арсеньева, и в работах Шишунова К сожалению, Василий Григорьевич погиб трагически до срока в 1921 году Но по инициативе Арсеньева была организована памятная выставка К выставке составлен каталог И мы думаем, благодаря именно этому в огне революции, гражданской войны Наследие художника не пропало И легло в основу очень многих коллекций дальневосточных музеев Это и Дальневосточный художественный музей, и Хабаровский краеведческий музей И музей Арсеньева, муниципальный музей в Уссурийске Есть небольшая коллекция работ Шишунова и нашей Приморской государственной картинной галереи Шишунов был учеником Ивана Ивановича Шишкина и Архипа Ивановича Куинджи И в его работах мы видим вот это стремление передать виды уссурийской тайги Сделать какие-то такие интересные наблюдения Акцент на деталях характерен для его работ Мы отдельно представляем лист вот такие заросли папоротника в деревне Кондратенкова Вот похожий афорт именно с такой композицией с буйными зарослями папоротника Хорошо известен и в творчестве Ивана Ивановича Шишкина Как знать быть может влияние его ученика Арсеньев отличался очень тщательной научной культурой ведения дневника И собирав коллекции он обязательно в дневнике зарисовывал вещь Которую изымал из обихода И поэтому дневники Арсеньева это еще и показатель его культуры рисовальщика Что очень важно при этнографических сборах, при картографических работах Вот здесь у нас на выставке представлен уникальный экспонат Предоставленный Обществом изучения Амурского края Это дневник Арсеньева, его экспедиция 1908-1909 годов И мы видим, как красиво он компонует свои зарисовки, изображения Виден почерк исследователя и писателя И надо сказать, что благодаря именно этой культуре ведения дневников Арсеньев сумел затем перейти в новый жанр Жанр такой литературы путешествий И созданные им художественные образы Они отличались необыкновенной живописной выразительностью и тщательностью И мы могли удовлетворить вкус как взыскательного ученого Исследователя, так и человека, который впервые через книги Арсеньева Знакомился с красотами уссурийского края Василием Григорьевичем Шишуновым создан первый живописный портрет Дирсу Узала Дирсу стал главным героем в книгах Арсеньева Конечно, это образ обобщенный Но важно, что Арсеньев показывает в своих произведениях Постепенную эволюцию отношений к Дирсу От первобытного охотника до следопыта Который словно сошел со страниц Майнрида и Фенимора Купера До знатока, знания которого перекрывают все имеющиеся в то время научные сведения По особенностям именно уссурийской тайги или природы в уссурийском крае И когда мы Арсеньева читаем восхищение вот этими знаниями Дирсу Чувствуем его эмоциональное, интеллектуальное отношение к своему новому путнику Мы видим, как постепенно из некого аборигена, таежного охотника Дирсу превращается для Арсеньева в интереснейшую личность Человека, который позволяет ему почувствовать, ощутить духовное пространство Культуры традиционных, традиционной культуры жителей уссурийского края И когда мы читаем в одной из глав, как спросив Дирсу о перелете птиц Арсеньев отмечает И после моего вопроса последовала пространная лекция Дирсу Мы прям понимаем, что его отношение к Дирсу это отношение как к равному И вот это очень важно отметить, что Арсеньев для нас это человек, который этически сформировал и сформулировал в своей литературе особое отношение и к межкультурным взаимодействиям, и к человеку другой культуры, который умеет жить в ладу с природой Который умеет жить в уважении к другим знакомым и незнакомым Потому что для Дирсу все были люди, только рубашка другой Неважно, речь идет о растениях, о животных, о других людях Все для него были живые и достойные уважения В приморском искусстве один из ранних таких образов уссурийской тайги уже советского времени создается Федором Николаевичем Бабаниным В изобразительном искусстве Приморья у Бабанина особая роль В 1944 году в России во Владивостоке создано было Владивостокское художественное училище Федор Николаевич, это самый первый выпуск 1949 года У него был и диплом за номером один В дальнейшем он увлекся литографией и создавал, как пишет исследователь, такие миниатюрные пейзажи А перед нами очень реалистически выписанный и очень лиричный образ уссурийской тайги С вспышками огоньков цветущего ягодок женьшени На страницах произведения Арсеньева мы встречаем удивительное описание того, как женьшень выращивался Какие существовали обряды при добывании женьшени Мы можем ощутить, как хозяйственный уклад и такая мифопоэтическая духовная культура жителей этих мест В обряде добывания женьшени встречаются, пересекаются И Бабанину удается передать вот это особое состояние в уссурийской тайге Кажется, что мы с вами вот такие добывающие женьшень И увидев огоньки, сейчас отбросим все, что у нас в руках Упадем на колени и скажем, понсуй, не уходи Я хороший человек и я достоин видеть тебя Задумав этот проект, мы решили обратиться за помощью к нашим приморским художникам Чтобы они за короткие 4 месяца выполнили работы новые, посвященные Арсеньеву, Тайге, Дирсу Зала И они откликнулись И 20 человек приняли участие в нашем проекте Живописцы, графики, прикладники, скульптор И в результате у нас получилось дополнительно 40 произведений, которые находятся вот в этом зале Надо сказать, что наши художники отнеслись к проекту очень серьезно Они перечитали Арсеньева, они пересмотрели документальные художественные фильмы о нем Они выбрали каждый какой-то определенный момент, который их тронул Который вызвал в них какой-то творческий порыв Произведения получились очень разные Но в то же время, надо сказать, что, во-первых, они очень серьезные с точки зрения художественного творчества И в то же время художники сами себе ни в чем не изменили Есть одна идея, которая объединяет все произведения на этой выставке Идея пути Пути, которые прошел Арсеньев Пути, которые прошла история со времени этих экспедиций Да и сами художники, которые создали произведения, они же тоже прошли какой-то, пусть короткий, но достаточно серьезный И полный каких-то преодолений путь Лидия Козьмина выбрала для своей работы карту Карту, на которой проложены пути экспедиции Арсеньева Она ее выполнила в старинном духе Она оформила ее как карту, окруженную сюжетами, связанными с темой этой карты И поэтому здесь появились и местные народности в их костюмах И на этой карте появились и такие знаковые сюжеты Это и орнаменты малых народов, населяющих Дальний Восток и Приморья Это же и растения, такие как лотос, женьшень И представители этих народов в их костюмах Известно же, что и сам Арсеньев примерял на себя костюмы тех народностей, которые он встречал на своем пути Евгений Пехтовников сам прошел тропами Арсеньева Он вообще много путешествует И на реке Кеми обнаружил место, описанное Арсеньевым И увидел его, и написал его так, что сразу понятно, что это Приморье Это глубокая, тяжелая вода, которая течет Место очень хорошо узнается Несколько наших экскурсантов уже узнали Да, мы там были, мы знаем это место И последний луч заката Тронул золотые деревья осенние Кончается день И вдалеке мы видим маленький огонек костра И вокруг него люди Очередной бивак, устроенный экспедицией Арсеньева Тема бивака, привала очень многим понравилась И поэтому она появилась в картинах, выполненных Светланой Фирюлиной, Мариной Пехтовниковой И Ениным Александром Они написаны все по-разному Некоторые произведения представляют себе как бы точный, реалистический портрет Как у Александра Йенина, например И в манере исполнения портретов Александра Йенина Называющихся капитан тайги и ясной человек Уже в названиях чувствуется та разница, которую он вкладывал в образы этих двух героев Капитан тайги Арсеньев в шинели, фуражке, в окружении приборов, с которыми он работает Он деловой человек, он здесь изучает, он исследователь Но он не родной тайге человек Ему нужно ее понять, изучить, представить потом обществу А для Тирсузова это родная стихия И поэтому он изображен сидящим под деревом, расслабленным, с трубочкой И до такой степени он родной этой среде, как и она ему Что его ног притаился бурундучок И ему совершенно удобно и хорошо рядом с Дирсузова Только у таежного костра рождаются настоящие таежные истории Только чай в чайнике, таежный чай, рождает самые откровенные разговоры Так считает Светлана Фирюлина, дочь охотника, которая сама с отцом проводила немало вечеров у такого костра И ее картины как раз об этом Об охоте, о разговорах у костра, о собаках, которые, конечно же, присутствуют И которые имели огромное значение для самого Арсеньева И на одной из этих картин изображена собака Арсеньева, Хыч Та самая, о которой он много страниц написал в своих воспоминаниях Илья Бутусов тоже изобразил Арсеньева как человека военного Но интересная деталь На фоне осенней тайги изображен Арсеньев в обыкновенном рядовом мундире Но с наградой Интересная деталь, которая заинтересовала Илья Бутусова Дело в том, что орден Святого Владимира, в отличие от всех других наград, должен носиться на любом мундире, не только парадном А рядом висит картина, которая написана нашим художником Владимиром Погребником Он всегда подходит к любой теме с юмором И на этой картине мы видим, как амбы загнали наших героев на дерево И они тоже совершенно разные Повторяется та тема, которую мы уже видели в работах Александра Йенина То есть мы видим, что для Арсеньева эта ситуация, ну, несколько пугающая А для Арсеньева Дерсузова это обычная история И он совершенно уверен, что все кончится хорошо и все кончится благополучно Надо сказать, что вот такая юмористическая тема, прозвучавшая на нашей выставке Мне думается, вполне имеет место быть и имеет право на то, чтобы быть Почему? Потому что, представляете, вот в экспедициях случались разные истории И люди, не имеющие чувства юмора, наверное, бы просто не справились с теми сложностями С теми испытаниями, которые готовила им тайга Сергей Дробноход художник, которому свойственно увлечение эзотерикой, мистикой Он считает, что существует несколько параллельных миров, в которых разные происходят действительности Они иногда прорываются друг в друга И для своей картины он выбрал такой сюжет Прежде всего, сам Сергей побывал и в доме, где работал Арсеньев Это общество изучения Амурского края И в доме, где жил Арсеньев То есть он пропитался атмосферой этого дома Представил себе, как здесь стекла жизнь счастливой семьи И, зная, чем все это закончилось, конечно, он представил себе такую картину Здесь мы видим как бы тоже несколько параллельных линий С одной стороны, это Владивосток, он узнается легко На переднем плане мы видим здание, которое очень напоминает здание общества изучения Амурского края И можно даже найти два окна, за которыми был кабинет Арсеньева А слева на балконе мы видим девочку Это балкон дома, где жил Арсеньев И от этой девочки исходит какой-то, или она, вернее, протягивает руки К пути, к реке, по которой плывет, уже уходя навсегда из жизни, Арсеньев А на другой стороне, на облаке, его уже ждут Дирсу Зала и Амба Которого когда-то убил Дирсу И очень сожалела об этом всю оставшуюся жизнь Осень пришла, птицы улетели Так называется композиция Сергея Горбачева Надо сказать, что вот в этой картине, пожалуй, сошлись все линии Реалистические, символические, эзотерические Которые на этой выставке представлены в работах наших художников Это как бы такой апофеоз и героя Арсеньева, и героя Дирсу Зала Картина написана в очень сложной цветовой гамме и редкой Здесь много зеленого И интересно, что сам Арсеньев изображен тоже прямо в зеленом цвете То есть таким образом, во-первых, мы помним о том, что Арсеньев первым назвал тайгу Зеленым морем, морем зелени А если мы раньше говорили о Дирсу Зала, как о человеке леса То у Горбачева уже и сам Арсеньев становится человеком леса Он родной там, он тоже в той же гамме изображен, как и сама тайга И надо сказать, что эта картина открывается зрителю постепенно Сначала мы видим только крупное лицо нашего героя Владимира Клавича Арсеньева Затем мы видим, что слева есть фигура Дирсу, которая со его знаменитой трубочкой И казаки, и представители малых народностей там тоже есть И китайские фанзы, на которые часто наталкивался Арсеньев в своих путешествиях И звере таежное, и севены, без которых не обходилось ни одно жилье местных народностей Все это есть на картине и складывается в такой сложный венок памяти о нашем герое Картина, на которой изображены Арсеньев и Арсений Несмелов Называется сердца четырех И этому есть свое оправдание Художник Олег Подскочин очень глубоко изучил историю жизни Арсеньева И нашел такой интересный случай в его жизни В 1924 году к Арсеньеву пришел поэт, представитель белого движения Арсений Несмелов И попросил у него карту для того, чтобы уйти из России за границу, в Китай И Арсеньев действительно дал ему эту карту И Несмелов вместе со своими тремя друзьями, то есть четвером, ушли по этой карте О чем эта картина? Конечно же не о самом факте передачи карты А здесь Арсеньев характеризуется как офицер Чувство чести, которому диктует вот такое поведение Рискуя собственно собственностью, судьбой Он передает эту карту человеку, который собирается бежать из страны Во-вторых, а что мешало самому Арсеньеву уехать? Когда над его головой уже как бы постепенно сгущались тучи Когда он не находил какого-то адекватного отношения со стороны властей Которые теперь правили в Владивостоке и в Хабаровске Но чувство чести офицерской, вот это, наверное, самое главное О чем хотел сказать, подскочен в своей картине И это опять еще новая краска к характеристике нашего замечательного героя Александр Шалагин, Татьяна Погребняк, Кеннадий Кунгуров Уделили свое внимание народному искусству малых народностей Дальнего Востока Героям, рисункам, севенам, орнаментам Они тоже интересны, совершенно уникальны И очень здорово, что они нашли место в произведениях наших художников Например, Геннадий Кунгуров нашел книгу, которая издана по мотивам мифов и легенд наших приморских народов И для каждой из его произведений это посвящение какому-то определенному мифу Рассматривая эти вещи, удивляешься, как тонко, как разнообразно И как в каждой композиции художник уловил те орнаменты, тех героев, те символы, которые характеризуют именно конкретно этот миф Это, безусловно, новая высота, которую взял художник, график замечательный Геннадий Кунгуров Фигура Владимира Клавдевича Арсеньева, подвижнически исследовавшего юг российского Дальнего Востока век назад Конечно же, для нас является абсолютной знаковой И эта фигура дала нам не только начало краеведческой литературы Но и иллюстрацию тех строк, которые были написаны Владимиром Клавдевичем Арсеньевым Владимир Клавдевич не только писал строки, но и создавал чертежи и иллюстрации более привычного нам характера, которые мы встречаем в книгах Вот эта живость, впечатление, которое положено на бумагу самим автором и является для нас наиболее ценной Уже при жизни Владимира Клавдевича его труды в разных вариациях издавались Это происходило в начале 20-х годов, 20-го века Одна из самых первых проиллюстрированных профессиональным художником книга вышла в 1926 году В экспозиции представлено издание 1923 года с дарственной надписью самого автора Написано «Общество изучения Амурского края» от автора Владимир Арсеньев Этих книг сохранилось не так много и для нас они тем более ценны А иллюстрации книжные продолжали создаваться художниками нашей страны и очень и очень много Дело в том, что трудами Арсеньева зачитывались целые поколения И в середине, и во второй половине 20-го века интерес издателей и художников к творчеству Арсеньева не ослабевал Оренбургский областной музей изобразительных искусств предоставил для экспонирования на выставке Тайга Арсеньев-Узола замечательные иллюстрации, выполненные Иваном Львовичем Бруни Наследником большой династии художников, архитекторов и поэтов Фамилии в России достаточно известны Итак, эти иллюстрации были выполнены в технике шелкографии И здесь у нас в этих листах есть и полосные иллюстрации, полуполосные иллюстрации заставки И совершенно маленькие изображения, которые относятся к той или иной части текста Так, например, здесь представлен лист, иллюстрирующий нам историю о том, как Дерсу извинялся перед белкой Сюжет таков Арсеньев со своим отрядом в сопровождении одного из так называемых салонов Это небольшая народность с родниудыгейцем Шел по тайге, и вот один из салонов заметил белку, которая грызла шишку Салон подошел к дереву, постучал по нему, покричал Белка испугалась, бросила шишку и бросилась на утек Салон поднял шишку и, как ни в чем не бывало, стал грызть орехи Дерсу не знал такого способа, но, однако же, подошел к дереву, посмотрел наверх и заговорил с белкой Он попросил белку, чтобы она не сердилась И обратил ее внимание на то, что люди ходят по земле, и орехи им достать трудно А белке это дается очень легко В собрании Приморской государственной картинной галереи хранится много листов, созданных Валентином Степановичем Чеботаревым Художником, который много лет отдал приморскому искусству, много лет прожил здесь, во Владивостоке Вот эти большие графические листы являют нам сюжеты путешествия Арсеньева и Дерсу Узала вместе с отрядом Конечно, такие произведения можно увидеть не только в музейном собрании, не только оформленные в экспозиции Но и в изданиях, для которых они предназначались Другой известный приморский художник, большая часть творчества которого посвящена истории Арсеньева и Дерсу Это Сергей Михайлович Черкасов Свои произведения, которые можно считать книжными иллюстрациями, он создавал специально к нашему проекту На нашей выставке интереснейшим разделом является раздел, посвященный творчеству Юрия Михайловича Ракша Художника-постановщика легендарного фильма режиссера Акиры Курасава Дерсу Узала, который в 1975 году снимался на Мосферме И важно, что для него начало работы над съемками Дерсу Узала – это прибыл в новый этап в творчестве Как правило, художник-постановщик как раз отвечает за то, чтобы идеи и замыслы режиссера перевести в пластические решения Найти колорит картины Юрий Михайлович Ракша, узнав, что Курасава желает снимать фильм без неба Приложил значительное усилие, чтобы поймать, распаковать для себя замысел режиссера Обратил внимание, что в традиционных японских псилографиях часто есть именно такие композиции с акцентом на детали и действительно без неба Вот эта способность художника вчувствоваться, найти диалог с японским режиссером, она очень повлияла на общий такой гармоничный строй картине До начала съема Курасава создал более 30 произведений, в которых он искал вот эту особенность приморского пейзажа, нащупывал колорит И мы видим, что ему удалось это сделать Курасава хотел в центр своего фильма поставить не фигуру исследователя, путешественника Арсеньева, а фигуру его спутника Дирсо Узала Для него важен был вот этот образ человека, живущего в гармонии с природой И Ракша сумел найти этот образ Киноплакат к фильму был выполнен в особой стилистике, когда портрет Дирсо словно проступал из тайги А годом позже, в 1976 году, появится автопортрет художника, где в три четверти лицо художника с вдумчивыми внимательными глазами Собственно, как будто бы проявляется из такой осенней тайги И называется работа, очень характерно, «Автопортрет. Воспоминания о Приморье» Здесь, на нашей выставке, вы можете увидеть одно из таких решений автопортрета художника в графике Когда он пишет себя на фоне такого заснеженного леса Живописные работы Юрия Михайловича Ракши предоставлены нам Башкирским художественным музеем имени Местерова Одна работа находится в собрании нашей Приморской государственной картины галереи И несколько работ предоставлены музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдевича Арсеньева Везде мы видим выбор очень интересных ракурсов Художник словно любуется огненными такими цветами осени в уссурийской тайге Версу-зала, ужиншине, осыпи, виды осенней тайги, первый снег в тайге Все это для приморского жителя узнаваемо И это очень интересно, что фактически на этой выставке мы видим не только приморские художники Но и те художники, которые здесь решали и находили решение важнейшим творческим задачам Внесли свой большой вклад в формирование образа Приморья Уссурийской тайги в российском изобразителе искусства Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова